Всем привет! Сегодня что декабря, иду я в гараж, обещал, сейчас будем заводить мотоцикл. На дороге вроде бы льда нет, но вот шел по тротуару, достаточно скользко было. Ну, снег присутствует, небольшой слой, буквально пару сантиметров. Например, дорога вообще ледяная, льдом покрылась полностью. Не знаю, что буду ехать, конечно, будет стрёмно. Наконец-то, как здесь катаюсь, льда сплошного видно даже. Также и дорога гаража, но в ботинках своих улетаю. Вот иду, прям что-то скользит вот такой, даже не упал. Просто пипец, скользко. Не знаю даже, как ехать по такому льду, уже не помню. Да, конечно, казалось, на асфальте вообще нету, ни льда, ни снега. Тут вот из-за гаражей все льдом покрыто, полностью вся дорога, не просто снег, это лед. Какой-то тут вымерзло было на прошлой неделе, как-то морозно так, ну, пару градусов, все не должно на ночь, минус 5. Ну, скользит немоверно. Смотрите, это лед, скользит вот. Я как-то скользую, могу на ботинках собрататься, как на коньках почти. Не знаю, что будет. Вот я в гараже. Для начала попробуем завести мотоцикл хотя бы, посмотрим, что будет. Завелся, естественно, с подсоса, с кикстартера заводил ногой, плюс с третьего раза все пошло, как бы все нормально. Сейчас буду прогревать мотоцикл, посмотрим, смогу ли я выпить нормально. Выезд в целом готов, сейчас проеду немного туда в лес, посмотрю, думаю, надо проехаться пару км, далеко не поеду. Проезжаю часто, там где чистый лед вообще полностью. Тут вообще льдины. Стремный рипец на самом-то деле. Заехал в лес, попробую немного по лесу проехать, посмотрим, что будет. Еду на маленькой скорости, потому что лед все-таки есть, не знаю, возле гаража было много льда, что-то там один раз не подскользнулся, бля. Проеду чуть-чуть совершенно. Еще, наверное, грязюка здесь будет, жижа, я уже вижу впереди. Еду очень медленно, там буквально пару км в час, а тут вообще трэш начинается. Да, не знаю, сюда не ехать. Какая-то жесть, бля, трясина. Дорога вообще ушатана, как капитально просто. Ощущение сейчас в лесу не так много льда, как я выезжал, вот, например, только с гаража, там лед вообще был стеной, меня там носило. А тут как-то в лесу немного уверенности я чувствую, потому что даже дорога улучшилась, такая зимняя стала. Попробую еще немного дальше проехать. Ой, мотоцикл понесло, сейчас газовать надо очень аккуратно, потому что резкий газ, и сразу в сторону форсаж будет. Еду предельно внимательно, очень медленно. Тут просто попробовать больше, чем на скорость. Так вот, как-то так. Вот, до горочки сейчас доеду и переключусь. Вот такой зимний индура, в принципе, я никогда не ездил на мотоцикле зимой, по такому снегу иду, это первый для меня опыт. Ну, ездил зимой, но там была совсем другая история, там было все гораздо красиво, ну, более, то есть, цивильно. Грязь, такая жижа, без льда и снега. Вот, как выглядит со стороны эта лужа, она громадная, как вы понимаете, проехать тут будет мне упасть очень классно. Вот мотоцикл мой. Короче, проехал кое-как эту лужу громадную, вот она там позади осталась, подлетел, вот она виднеется. Ну, это было нелегко, это разоглох, конечно, потому что одно неловкое движение, я мог просто улететь в эту лужу вместе с мотоциклом, что было вообще абзацно. Ну, впереди уже как будто лед такой становится, не знаю даже ехать, потому что у меня ботинки тут скользят, а чувствуют, проскальзывают. Так, это мотоцикл тоже, если не уверенно чувствует. Еду сейчас примерно со скоростью лыжника, может, чуть быстрее, я бы даже на лыжника погнал. Но, тем не менее, я выехал, ехать как-то можно, но это, наверное, был поворот не туда, потому что тоже какой-то трэш начинается. И как-то стремновато ехать тут, вроде как лужи больше, а сейчас пойду пешком посмотрю, что-то шел в Баджажа. Так, ехали так беспечно, уже почти 4 часа, надо закругляться, ехать домой. Ну, сейчас эта температура, по ощущению, она на минус 5, но в реальности, она на минус 3, где-то приблизительно, на минус 2, может, даже на минус 4. Многие люди знают, как рассказывают, не знают, как-то тут ехал. Тут еще, вон, зерее пошли заваленные. Куда я приехал, куда я заехал, тут понятно. Вот как дорога, собственно, выглядит. В основном так она проходит. Дорога разбитая, хоть я ее и знаю, но тут тракторами ушлят она на здорово. И глубокие колеи бывают, можно не так завернуть и лечь прямо с мотоциклом, эту каналу и колею. Так, тут уже вообще трэш конкретный пошел. Где-то тут больше стало. И тут даже, конечно, по такой колее я не поеду, это уж точно. Там только пройти можно. Ну, по такой еще более-менее как-то можно ехать. Но тоже так себе, очень пневматично. Оттуда я выехал. Там, там тоже зима, так неплохо густит. Здесь строить баджаж, на котором можно прорезть вот так время в рису. Ведесосин, снега и льда и веток. Погода с ней отличная, солнце, поэтому я и вы порадовался. Надо, ладно, выкатываться домой уже. Скоро темно будет. Вы не представляете, я хочу себе это очищать тепло этого двигателя. Это такой кайф, такой запах идет. Вот, прямо летом не кушаешь от кайфа, а зимой это просто нечто. Это просто высшая степень кайфа. Двигатели мотоцикла, вот, так вот, дыма, хорошо теплом веет. Возвращаюсь уже обратно, вот, солнце, уже закат, уже стемнеет. Просто декабрь, так что, даже не думал, что съеду. Но оказалось, надо было пораньше, конечно, доехать, еще утром. Не думал, что... Фух, вот только что я улетел на лед, мне как-то так вот повело. Я даже не успел опомниться, вот, даже немного стены затесал. Ну, блин, так как упал, так что-то скорость была маленькая. Я на бок, вонился буквально. И вот чистый лед, вот, на ноги соскальзываю, чистейший лед. Ехал на маленькой скорости, аккуратно. Ну, да, мотоцикл повело в сторону, и все. А мотоцикл уже ничего так внешне не стало. Но было скорость маленькая, я буквально ляпался чуть-чуть. Да, это, конечно, ужасно. Короче, вехал на какой-то лед, ни пять, ни десять, не могу никак в гараже. И застрял, ни туда, ни сюда, как корову на льду, до лета болтаюсь. Мотоцикл просто носит туда-сюда, и все. Короче, вот, ехал уже до гаража. 500 метров до гаража, это были крайне сложные. Ужасно, не тройнешься, я реально упал. Поездок, что упал на левую сторону туда, а не на правую. Это, возможно, даже частично, ну, защитил, конечно, не знаю. Это же есть падение. Все, заехал я в гараж. Типа, ты дурацкий лед, вот такой, который здесь замерз. Вот, тут вода на гаражах постоянно. Если это замерзло, то было бы все неплохо. Можно было бы выезжать и ехать нормально по асфальту. Но вот эти метры превращаются просто в каток. Даже тут ногами сложно идти, потому что на мотоцикле ездить. Если перед я еще как-то держал, то задница мне просто вообще ходила ходаном. В один момент я такой свалился. Хорошо, что дугу оставил левую. Все-таки она мне помогла сейчас. На левую сторону свалюсь без последствий, вроде как. Конечно, тяжело мне будет в будущем выезжать с гаражей, потому что лед этот будет, наверное, уже надолго. В общем, два падения у меня сегодня. Одно пешее меня шло за гаражей, упал. Тут же на гаражах, с другой стороны на мотоцикле я остановился. Все, ребята, всем пока. До встречи зимой. Пока, катаемся. До свидания.